Мы сейчас находимся на тренировке спортсмена, который репетирует очередной или уже готовый танец или как? Это уже готовый танец, спортсмен, который уже выезжал выступать в Москву на соревнования. То есть собранный танец и спортсмен готовый работать на публикум. Из каких главных элементов строятся, конструируются эти танцы? Главных элементов нету. Есть полная фантазия того человека, который работает с собакой. Складывается из трюков, которые знает собака. Опять же смотрим по музыке. Музыка иногда сама подсказывает, что именно нужно научить собаке. А собака сама может подсказывать, какой трюк ей больше по душе? Знаете, да, есть такие собаки, которые показывают, как им из того или иного элемента может быть удобнее выйти. Или сами начинают что-то прыгать и предлагать такое своеобразное. Иногда, да, действительно это хорошо смотрится. Можешь рассказать, как рождался вот этот танец? Ну, Наташа любит специфическую музыку. И она подобрала вот такую тему ей понравилось. Да, довольно такая тяжелая музыка. Соответственно, тема про викингов. Послушали музыку. Это не первый танец собаки. Вот, поэтому собака, в общем-то, подготовленная доучили кое-какие элементы. Собрали это все в единый танец. И, собственно говоря, уже вот работаем над тем, чтобы прогонять весь танец, почувствовать и готовиться к соревнованиям. Когда происходит соревнование по танцам с собаками? Расскажи, пожалуйста, вот главные параметры. На что, судя, обращать внимание? Что нужно для того, чтобы побеждать в этих соревнованиях? Самое большое внимание сейчас уделяется состоянию собаки. Собака должна работать с удовольствием, показывать, что ей нравится, вилять хвостом. То есть собака, которая будет работать четко, как часы, но при этом видно, что она испытывает дискласс. Какая собака будет оценена ниже, чем собака, может быть, которая делает более простые трюки, но делает их с удовольствием. То есть собаке должно это нравиться. По каким признакам мы можем понимать, что собаке нравится? Ну, соответственно, по поведению собаки. Собака не зажата, собака даже когда ошибается, она все равно готова работать дальше. Собака не зевает, не почувствуется. То есть все вот эти вот сигналы, жесты, действия собаки. Иногда собака начинает локализировать, показывать, что ей что-то не нравится, сопротивляться. Вроде как и делают какие-то элементы, но видно, что через силу. Вот этого не должно быть в танце. С чего начинается занятие? Ну, прежде всего, нужно включить собаку в работу. Да, вот данная конкретная собачка у нас немножко осторожная. Поэтому ее нужно сначала показать, на каком месте мы работаем, чтобы она вот обошла, посмотрела, что все безопасно, все хорошо. И потом уже начинается разминка. Собаку так же, как у человека, перед физической нагрузкой нужно размять. Размять позвоночник, сделать всякие поворотики, то есть чтобы потом при работе, при каких-то резких там, потому что тоже бывают неудачные прыжки или какие-то неудачные элементы, чтобы собака не травмировалась. Это, в общем-то, обязательно перед другой тренировкой. Разминка всегда индивидуальна и подбирается самим хозяином, ну, элементы, я имею в виду. Или это есть какие-то определенные точные элементы, которые инструктор говорит, нужно пройти? Определенных точных нету, но в основном это всякие змеечки. Для собак, которые плохо концентрируются, это какие-то элементы на концентрацию, глядеть в глазки, там концентрироваться на кусочек, вот это. И потом уже, вот сейчас идет растяжка шеи. И потом уже начинается работа. Насколько правильно утверждение, что любое занятие, а уж тем более выступление, всегда проходит на голодный желудок собаки и там горят голодом чуть-чуть? Нет, это абсолютно не так. Вот опять же данная собака, да, она не может голодать, у нее идет рвота. Поэтому зачем мы будем мучить собаку, да еще и подвергать ее состоянию, да, какому-то там стрессу дополнительному. Нет, абсолютно не обязательно. Да, есть собаки, которые требуют, чтобы они там чуть побольше побыли без еды. Но опять же, если собака уже привыкла к работе, если она знает, что это весело и интересно, и хочет общаться, то в общем-то это не обязательно. Более того, есть собаки, которые перевозбуждаются на еду, и тогда, в общем-то, наоборот, нельзя едой не давать еду, иначе у них будет перевозбуждение, у них отключается мозг, они думают только о еде. Вот можно еще поговорить более детально об эмоциональном фоне тренировок. Вот это самое возбуждение, оно здесь как регулируется, и каким оно должно быть, минимальным, максимальным или нарастать, спадать? Возбуждение, в принципе, оно должно регулироваться везде, как в быту, так и на тренировках, неважно. Если собака очень легко возбудимая, то, соответственно, мы делаем какие-то упражнения на то, чтобы она могла себя держать в лапах. Мы помогаем ей побольше, чтобы не было лишнего стресса, чтобы собака не уходила, ну, виск не отключал мозг. Соответственно, есть собаки, которые, наоборот, их немножко нужно раскочегарить, чтобы собачка, наоборот, начала двигаться более быстро, более заинтересованно. То есть, опять же, все индивидуально. Да, улыбка, давай, гуляй. Есть танцы-танцы, а есть танцы-сценки. Вот сейчас у нас Оля показывает танец-сценку про маляра и помощника. А что значит танцы-танцы? В которых именно там, ну, румба, ча-ча-ча, русские народные, хороводные. Это танец-танец, да, то есть там... В каком-то стиле. Да, в каком-то стиле. А есть вот танцы, которые именно сценки рассказывают какую-то историю. Постановочные. Да, постановочные, скажем так. Идея танцева делась просто потому, что мы решили переводить контесты. Таким образом, приобрели Валик. И потом этот Валик стал нашим эквизитом в танце. Решили сделать шуточный танец про его. Но как-то отталкивались от способностей и желаний собаки? Или нет? Мне кажется, веселые танцы, но это мне так кажется, что веселые танцы, но больше подходит. Ну или я его так чувствую. Короче, нам с ним вместе в паре шуточный танец подходит больше. Трюки учат с самого детства, постоянно, в качестве игры. Просто все время мы играем в тетки. Есть трюки, которые сложные, которые потребуются. Но самый долгий трюк, вы полгода его изучали. Это какой? Это баланс. Для трюка, для данных конкретных садок. И остальные трюки он изучает гораздо быстрее. А можно показать этот трюк, который долго изучали? Киньтесь. Попай,ди. Баланс. 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 Помоги сначала наведением. Баланс. Баланс. То есть она стоит на двух лапах? Да. В этом сложность была. Почему? Слишком много элементов в этом для него. То есть ему надо отпереться на ногу, сдвинуть свой баланс, поднять задний, поднять передний. Все это сделать одновременно. Поэтому для него это будет сложно. С какого возраста можно заниматься танцами с собаками? Если человек захочет заниматься со своим щенком, что нужно учитывать? Вообще начало занятия идет с того, чтобы мы наладили контакт с собакой. И вот что сейчас происходит, учим движение за рукой. То есть это плотное наведение, собачка следует за кусочком. В общем-то это то, с чего начинаем. Заниматься можно буквально с того момента, когда собака еще сидя на карантине, появилась у вас дома. То есть это пока вот база. Первонаперво устанавливаем контакт, учим, что рядом с человеком вкусно, рядом с человеком зона комфорта. Учим собачку играть. Собачка должна играть, уметь переключаться с игрушки на игрушку. А вот оливка у нас это уже умеет. И должна уметь и любить играть в разные игрушки и в разных местах, несмотря на раздражение. На раздражитель, который переключается очень хорошо. Вот это мы делаем еще когда щенок на карантине. Если собака начинает заниматься уже со взрослого возраста, в принципе это тоже та база, которая нам нужна. Не всегда у нас есть кусочек, которым мы можем похвалить. Игра и социальное поощрение, это тоже для собаки очень важно. И мы показываем ей, что с человеком интересно и весело. Игра и социальное поощрение. Субтитры подогнал «Симон»